Русалка, золотая рыбка и кот ученый, герои пушкинских сказок, собрались на территории Большевиземского музея усадьбы. В этом году для традиционного праздника организаторы фестиваля придумали новую концепцию. Концепция просягивается через все действия. Это фигурки оригами, которые мы можем увидеть и в виде арт-объектов, и в виде украшений самого нашего парка, и которые станут одним из главных героев спектаклей эскизы в пространстве на воде. Такая эстетика оригами проходит красной лентой, несмотря на то, что объекты белые, через весь наш праздник. Кота мы уже нашли. Отыскать всех героев пушкинского стихотворения – вот такой квест придумали организаторы. В атмосферу пушкинских сказок гости усадьбы легко погрузились в зоне творчества. Литературные чтения, арт-пикник, интерактивные выступления и, конечно, мастер-классы для юных любителей поэзии. Я люблю все произведения, которые связаны с фантастикой, с чем-то вымышленным. Ну да, есть некоторые любимые. К примеру, этот же «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане» тоже интересная. В этом году праздник состоялся уже в 45-й раз. Все исконные традиции сохранены, но при этом удалось гармонично вплести в программу новые тренды. Надо воплощать разные формы, отмечает министр культуры Московской области. Я люблю пушкинские эти дни, потому что здесь всегда… У нас две усадьбы, они рядом расположены. На одной мы делаем всегда традиционные вещи, чтобы не упустить историю с традицией. А здесь мы всегда входим в лабораторию, в эксперименты, все время что-то пробуем. Эксперимент удался. Программа фестиваля никого из гостей не оставила равнодушным. Театральные творческие коллективы, струнный оркестр, удивительная природа и энергетика. Каждый нашел что-то для души. Очень красивая территория оборудована, всякие такие красивые цветы, еще деревья, картонные статуи. У нас, к счастью, нет никаких официальных выступлений, у нас нет никаких приветствий. Мы не говорим о будуях, о вокосах, о всевозможных достижениях. Просто люди пришли отдохнуть, просто как к Александру Сергеевичу Пушкину, на уикенд. Интересным, душевным, ярким получился традиционный Пушкинский фестиваль, посвященный 222-летию со дня рождения великого русского поэта. Какие сюрпризы преподнесет следующий фестиваль, мы сможем узнать только через год. Будем ждать с нетерпением. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.